Всем большой привет! Меня зовут Наталина. Да, вот такой вот скример просто с самого начала видео. В общем, ребята, в сегодняшнем видео я буду делать то, чего я еще не делала никогда и ни за что. Я буду повторять супер странный макияж, на который я снимала реакцию. Я, естественно, оставлю ссылку на то видео внизу. На самом деле, это видео, на которое я реагировала блогера Дива Ди. Это просто какой-то был трэш. Вставлю здесь где-нибудь фотографии вот этого макияжа из того видео. Там основные претензии у меня были к макияжу. В принципе, можете посмотреть ту мою реакцию. Я там все свои профессиональные комментарии даю. Там была нарушена форма, была нарушена законы вообще какие-то, вообще человеческие, гигиена. Я вообще просто почти мою минутой молчания на самом деле. И я решила сегодня практически перевоплотиться тоже в горячую женщину. Правда, я, конечно, буду все еще, собственно, у белого цвета. Сейчас мы с вами наденем паричок и даже карри линзы я подготовила. Это парик. Я оставлю даже на него ссылку внизу. Давайте кратко вам расскажу, что я с ним сделала. Вообще, черные парики, когда вы их заказываете, у них очень часто вот здесь вот такие черные точки, ну, узелки, да, которыми завязан сам волосок там, они черные. И я их обесцвечивала. Поэтому сейчас я покажу вам, собственно, как это все выглядело. И, соответственно, сейчас мы с вами посмотрим и будем двигаться дальше. Мне понадобится осветляющая пудра. У меня это Princess Essex от Estelle. Оксид 9%. Я знаю, что, например, славянские волосы стараются не красить на таких оксидах. Но просто в чем смысл? То, что реакция осветления будет идти быстрее. Плюс мне это нужно только, чтобы осветлить узелочки. Но, конечно, свои волосы, в любом случае, я рекомендую, в любом случае, свои волосы, да, я рекомендую только у профессионалов осветлять. И нам нужно что-то, что-то типа такое, или просто ложка, чтобы намазать это все дело изнутри. Я выворачиваю парик. Так, насыпаем. То есть у нас должна быть с вами прям паста. Дальше начинаем намазывать на сетку изнутри пасту. Если мы будем делать кистью, то мы можем просто пропустить много дырок. И у нас не все, осветлится не все, что мы планировали. Я оставлю где-то на 25-30 минут. Ну и вот как выглядит уже пробор. То есть, да, он такой рыжеватый, но на самом деле мы там тоном всем пройдемся. То есть для меня главное, что вот здесь, видите, в сетку очень такой плавный переход получается. Не до того, что такие черные прям точки. Я уже нанесла. Я наконец-то купила себе MAC Studio Fix. Это тональный крем типа в пудре. Сейчас мы примерим. Я уже надела шапочку. Промазала все этой пудровой, этим пудровым тоном внутри парика. Так, все я пропудриваю тоном. Дальше попробую сегодня на гель приклеить. Надеюсь, что-то у меня получится. Должен чуть-чуть просохнуть. Ну и дальше парик я просто натягиваю вперед и приклеиваю. Когда у меня парик приклеился, я беру вот такое лезвие, с помощью него срезаю. Потом уже, когда оно срезанное, будет попроще все делать. А вот это, где у меня остался гель, гель мне, короче, с первого раза вообще не понравился. Какой-то просто трэш. Посмотрите, такие пятнадцать лет. Сейчас будем убирать средство специально. Ну что, господи, сорок минут спустя. Короче, здесь очень странноватая сетка в этом парике. Это новый поставщик париков, который я заказывала. В общем, я сделала вот такие прям экстремальные baby hair. Но на самом деле, если посмотреть видосики афроамериканок, которые носят на постоянной основе, они делают иногда еще и хлеще. В принципе, мне вот такой лук достаточно нравится. Ладно, в общем, это видео не про парик. Сейчас я надену карие линзы. Я надела карие линзы, ребята. Я надеюсь, дальше будет нормальная цветопередача. Просто эти линзы, они... Сейчас будет мерзко, видите? Они от такого цвета. Немножко с фиолетовым подтоном. И они закрывают зрачок. Это как-то тонировочные, тонированные линзы, по-моему, называются. Потому что у меня светлые глаза, и получается, ну, как бы на светлых глазах не нужно вот эти плотные линзы, у которых всегда такой рисунок, который всегда-всегда видно. Когда я начинаю с глаз, я всегда стараюсь немножко протонировать область вокруг глаз. Плюс я сегодня буду использовать карандашную технику, потому что мы с вами сегодня используем сложные оттенки. Зеленый, синий. Так, вот такой MAC Pre & Prime Natural Radiance. Одна из моих любимых увлажняющих баз. Дальше я возьму прям немного тона. Это L'Ore Mercier. Когда я работаю в карандашной технике, даже если я дальше буду использовать какой-то супер плотный, супер матовый тон, все равно я сначала более легкий наношу на зону вокруг глаз, просто чтобы у нас карандаш с вами тянулся. Карандаш я возьму Gourmandise. У меня это коричневый оттенок. Подойдет любой плотный достаточно карандаш, который не фиксируется, ну или долго фиксируется кисть. У меня сейчас прям супер, которая подходит, нет. Но вот что-то такого плана, то есть язычок желательно из натурального ворса, но тут мягковат. Итак, мы будем в карандаше с вами выстраивать форму. Важно не вот так рисовать, да, а карандаш у нас с вами должен плоско лежать. И от внешнего уголочка я начинаю наносить вот такие штришки. Не забывая о том, что где-то миллиметр у меня еще потом будет тушевка. Тяну в одном направлении в диагональ. Нанесли. И дальше я, только хватая за границу, начинаю оттягивать цвет. Карандашная подложка позволит нам с вами добиться более мягкой тушевки и, в принципе, более яркого цвета. Карандаш должен быть именно коричневый, потому что любой цвет при наслаивании на коричневый дает просто свою затемненную версию. Потому что если мы будем с вами наслаивать на черный, то черным всегда есть синий пигмент. И, соответственно, у нас, например, розовый плюс вот такая черная подложка, это даст нам такой фиолетовый грязноватый. Потому что розовый смешается с голубым в черном. Наслаивая же на темно-коричневый, мы просто любой цвет затемняем. Может быть, карандаш с чуть более красным подтоном, но желательно, чтобы это был прям вот нейтрально-нейтрально коричневый. Самое важное, что у нас с вами должен быть градиент. У нас с вами не должна быть просто полоска карандаша, знаете, ровного какого-то коричневого оттенка. Да, у нас самый темный цвет будет по ресницам и самый светлый цвет, да, прозрачный, уходящий в кожу. Дальше я вытягиваю форму, смотрю на себя сбоку. И вот у меня направление нижнего века. И, в принципе, я таким же образом вытягиваю форму, направляющую. Здесь также оттушевываю вниз. Дальше начну оформлять складку. Я, если носила до этого карандаша вот так, то тут я переворачиваю руку. Не самое удобное положение. И кончик карандаша у меня прикасается к складке. И я начинаю также штрихи делать. Здесь, на самом деле, я выстраиваю форму, ориентируясь на наивысшую точку века. У меня она вот здесь, то есть у меня форма вот таким вот образом будет выстраиваться полукругом. Наивысшая точка вот здесь. Как правило, эта точка находится в центре. Соответственно, я, начиная от наивысшей точки века, сводить карандаш на нет. Если бы она у меня была здесь, точка, я бы отсюда уже начала сводить на нет, да. Но мне придется нарисовать, как бы сделать фальшескладку до своей наивысшей точки. Как я говорила в том видео, желательно, чтобы у нас с вами макияж нижнего века равнялся примерно 1 треть верхнего века. Здесь снова хватаюсь только за внешнюю границу. То есть не отсюда я тяну, да, и я именно не растушевываю. Я именно делаю оттяжку в одну сторону, в диагональ. Помните, да, у нас на лице линии диагональные. Я не знаю, это надо повторять в каждом видео с макияжем, потому что кто-то уже надо мной смеется, что типа, а, все одно и то же при диагональной линии. Так, и обязательно на внешнем, ой, на внутреннем уголочке я свожу тень на нет. Для работы это супер крутая техника, которая позволяет сделать вам самые яркие, самые сложные макияжи и проработать форму самого сложного века. Потому что, например, на новейшем веке вы просто рисуете фальшескладку, ну, если она необходима, да, если вы делаете классику вечернюю. Вы просто прорисовываете вот таким образом фальшескладку. Посмотрите, насколько у меня больше здесь кажется подвижной века, нежели оно кажется здесь. Здесь у меня кончик смотрит к носу. Дальше мы с вами начинаем работать уже с цветом. Я тут пока чуть-чуть тренировалась. Я возьму палетку от Jeffree Star Blue Blood. И мне нужно с вами сделать что? Нам нужно с вами, во-первых, увести оттенок в кожу. Но, опять же, мы можем пойти двумя путями, да, выполняя один и тот же макияж. Мы можем с вами сделать прямо графичный, да, просто, то есть заполнить это все синим. И, ну, оно как бы не уйдет в кожу, но ничего страшного, такой вариант тоже допускается. Либо мы можем через такой оттенок увести все это в кожу. Я также сразу рассматриваю, подбираю градиент. То есть голубой цвет мне тоже нужно в нескольких оттенках разложить. Я думаю, что я возьму оттенок Celebrity Skin. Дальше я возьму оттенок Blue Blood для растушевки. Возможно, добавлю немножечко оттенка Blue Monday куда-то вот в эту область. И дальше все планирую затемнить оттенком Undertaker. Итак, пошел Celebrity Skin пушистой кистью, просто легкими круговыми движениями начинаю закреплять нашу с вами границу теней. Этот оттенок, который мы сюда наносим, должен быть достаточно светлый и хорошо растушевывающийся в кожу. Дальше я беру бочонок. Так, это у меня была кисть ZOEVA 221. Это Людовик 53WK. И этот оттенок я начинаю наносить как бы и чуть более графично, и сразу вводя его в предыдущую растушевку. Границу между бежевым и голубым я как бы легонечко стушевываю и этой кистью, и кистью с предыдущим оттенком. Там сверху еще миллион всего будет наслаиваться, поэтому я на самом деле оцениваю вот этот переход, потому что мы дальше другие цвета будем наносить. Я здесь еще себе притащила вот эти новые палетки от Narvino. Мне просто прям нравится вот этот оттенок. Я хочу его немножко ввести в макияж. Если мы хотим добавить цвета, то лучше всего не по всей там складке, да, его раскладывать, а добавить его вот на внешнем уголочке. И я как раз на эту зону его нанесу. Это оттенок B5 из пальветки Narvino 2. Чуть-чуть набираю его. Так, я его по чуть-чуть, этот оттенок B5, втушевываю. Очень сложно он втушевывается. И поскольку эти палетки прессованных пигментов, в чем сложность? То, что переходы сложно делать. Сложность в том, что сложно. Ладно, мы переходим с вами к максимально темному оттенку Undertaker. Кер-андертейкер. Я его начинаю наносить. Ой, блин, как он взбивается. Такой пфф, как это, как сапкалчи. И наношу его прям на внешний уголочек. Плотненько сначала. Собака пьет, пошел звук. И все тем же бочонками начинаю потихоньку втушевывать в предыдущий цвет. И этот же оттенок я начинаю наносить на нижний век. А на самом деле растушевка нижнего века мне не столько важна. Потому что у нас там все равно еще будет вторая стрелка внутренняя. И там вообще в макияже оно было черное. Но мне как-то черное нижний век. А к этому мейку хочется, чтобы оно все-таки было более синее. Короче, у меня жесткие осыпашки под глазами. Я только что прям смотрела видео Лены, Ленский Бьюти, про обзор палетки Тати. И вот она говорила про то, что я типа не тру под глазами. Что на самом деле очень правильно с салфетками. И что стараюсь не делать макияж сначала глаза. Потому что такие осыпания очень сложно убирать. Что типа надо убирать салфеткой. Вот, я давно хотела рассказать, показать этот лайфхак. Как убрать осыпашки таким образом, чтобы не себе не растянуть эту зону под глазами. Мы на самом деле, ну и в школе, и ученикам это показываем. То есть мы давно это уже делаем. Не знаю, делает еще кто-то так или нет. Я просто ватной палочкой наношу либо крем, либо, ну вот в данном случае у меня крема нету. Базу, которая увлажняющая. Она сейчас как бы это все размачивает. То есть у меня не было тона, да, безусловно. И теперь просто я вот таким вот движением. То есть кожа, ну как бы под глазами не растягивается. Но при этом убирается все осыпание. И наносится дополнительный просто крем. Это абсолютно не жесткое воздействие. Потому что, ну, например, на там клиенте тоже нельзя взять просто салфетку, знаете. И мы будем вытереть все лицо таким образом. А вот это хороший метод, который также и блестяшки брает. Потому что салфеткой блестки вы не уберете. Дальше относительно цвета подвижного века. Там в этом макияже прям тоже темно-зеленый. Я думаю, мы с вами можем взять что-нибудь поярче. Там, в принципе, матовый оттенок. Я, наверное, не буду брать совсем какие-то салатовые. Блин, по цветам красиво. Но по нанесению, блин, вот прям я не знаю. Что мне сделать, чтобы тебя полюбить? Мне вообще нравится вот этот оттенок. Он такой сатиновый. Я возьму кремовый. Это не кремовый. Это типа подводка от Colourpop. Но она такая в качестве подводки. Не огонь. И нанесу на подвижное веко. Конечно, все-таки я считаю, что тени должны давать и нормальный яркий цвет без цветовой подложки. Но с ней всегда лучше, чем без нее. В общем, я решила взять Narvin'у третью. Здесь оттенок ИЕ1. О-о-о! Привет! Ну вот на цветовую подложку и плотно выложить его, вот это я понимаю. На бочонок набираю прям каплю оттенка Undertaker. Он сыпется просто как сволочь. Знаете, даже не тушующим движением, он таким вот прихлопывающим подстушевываю. Возьму пигмент Аметанук в оттенке. Господи, у них название такие. Освободительница дельфинов. Это такой зеленовато-голубовато, скорее голубые блестки. Ну вот, они дают такое сияние. Потому что большинство пигментов играют по-разному только в зависимости от подложки. Снизистую я нанесу черный карандаш. У меня это Мелани. Прям жирненькая вот эта, да. Возьму подводку Huda Booty, Huda Beauty. Внутренний уголочек. Это невозможно разговаривать и делать, честно говоря. Поэтому давайте сначала просто смотрим. На самом деле я просто повторяю. Мне как-то реально писали, что типа, а как ты прорисовываешь внутренний уголочек? Ну, беру и прорисовываю. То есть я просто повторяю форму своего глаза. Пройдусь также по верхнему веку подводкой. Там просто в макияже было как-то непонятно, что она делает на верхней веке. Выводит она стрелку, не выводит. Я думаю, что давайте мы выведем все-таки стрелку параллельно линии нашей с вами тушевки. Просто потому, что у нас будет с вами несколько стрелок, получается, на внутреннем уголочке. Пусть и на внешнем будет. Параллельно тоже вот этой стрелке здесь вот самая большая сложность сделать ее остренькую. Вот так вот у меня здесь ресница торчит, поэтому я начала ее прорисовывать и бросила. И сейчас тут слишком плотный продукт, что-то мне не дает прям. Я, то есть, делаю тоже примерно по форме своего глаза. То есть эта линия должна быть параллельна. Возьму продукт от Чупа Чупс. Это офигенские вот эти их тени. Вот у них есть два цвета таких более бронзовых. Они с собственной плотностью цвета. А вот это такие серебряные блестки. Я уже вот так вот выковыриваю, потому что у меня там вообще уже такие остатки остались. Я очень часто этим пользуюсь для украшения макияжа. То есть оно можно плотно нанести, а можно нанести очень-очень тоненько. И стрелку, например, продублировать. Вообще класс, обожаю. Вот, и они, видите, вот так красиво сияют. И чем круто то, что это блестки, а не плотный оттенок, то что блестки как бы такие сходят типа на нет. Давайте мы прокрасим ресницы. Естественно, мы приклеим ресницы, потому что там вообще, мне кажется, ни один мейк не должен обходиться без них. Дальше я хочу сделать бровь к такому яркому макияжу и к такому цвету волос. Я думаю, подойдет более графичная бровь. Поэтому я прям прорабатываю низ брови. Ребята, я всегда говорю, что мы начинаем с вот этой точки в работку брови. А сама, видите, такая ослушалась и начала отсюда. Просто это, опять же, из серии тех моментов, которые мы на себе знаем. То есть я на себе, я знаю, что я базила и вот так вот тремя просто прочесами смягчила это. Когда мы работаем на клиенте, или вы не уверены в том, как себя продукт войдет в его плотности, то лучше начинать с самого темного места. Я работаю карандашом. Это Dior. Очень люблю эти карандаши. Это, по-моему, темный какой-то оттенок. Да, Dark Brown. Я обожаю эти карандаши. У них есть, по-моему, Universal какой-то. Короче, это просто супер карандаши. Я простраиваю форму по нижней границе четкую. Потом я не помню, я рассказала, нет, зачесываю волоски вниз и простраиваю верхнюю границу. Консилером я буквально чуть-чуть нижнюю границу подправлю. Кстати, ребят, вот гелем я просто словесно на этом не останавливаюсь. Но я не просто, знаете, там причесываю наверх, я волоски причесываю снова диагональ. И видите, я наношу даже не вот так, а в основном кончиком и каждую практически волосинку стараюсь уложить в то место, в которое я задумала. Там, конечно, эта прекрасная женщина, извините, добавила желтый под бровь. Я не вижу в этом ни практического никакого смысла. Я могу добавить, так уж и быть, дорогая, золотой хайлайтер. Как раз он поможет более мягко всему тушеваться. Просто металлический хайлайт. Здесь вообще будет очень страшно и некрасиво смотреться. Ну, такой прям совсем, знаете, будет привет 90-е. А вот золотистый хайлайтер вполне себе вместо желтого. Плюс хайлайтер в этой области, он помогает дать больше мягкости тушевке. Я использую свою любимую палетку Hourglass. Вот этот оттенок. Ресницы я решила взять от Huda Beauty. Это модель... Твою мать. Это модель Farron, номер 12. Я их уже подрезала. Они мне длинноваты с внешнего, с внешнего уголочка. Мы подрезаем ресницы с вами, потому что часто вижу, что пытаются подрезать с внутреннего. С внутреннего некрасиво, потому что внутренний уголочек в ресницах, как правило, он... Такие ресницы, сходящиеся на нет. Если подрезать с внутреннего, у вас будут свои такие пары ресниц, и потом вот такие. Поэтому подрезаем и укорачиваем саму ленту мы с внешнего уголочка. Ставим на центр. То есть мы центруем сначала ресницу, и потом уже внешний и внутренний просто мы уголочки выставляем. В исходном видео использовали стик от Криолан, и я сказала, что это слишком плотно и все такое. Не столько потому, что этот стик настолько плотный, сколько потому, что вообще стики, это, как правило, для телека. Плюс стики, они плотные, но они не стойкие. И в этом тоже есть некоторая проблема. То есть если вы хотите использовать стойкий тон, который перекроет все на сейте, то возьмите Estee Lauder W. Давайте мы просто нанесем тоже стик. Я нанесу Make Up For Ever. Это оттенок 117. Для жизни, честно, так себе удовольствие. Потому что он прям такой, ну, видный на коже, скажем прямо. И я в курсе, да, что в источные девочки и при случае мальчики предпочитают более плотный макияж. Мне кажется, это еще и от того, что, ну, внешность очень контрастная. И если они сделают совсем нюд, то будут выглядеть, как будто они вообще без какого-либо макияжа. Но, не знаю. Плюс еще, если это там Арабские Эмираты те же, да, то использование матирующего тонального крема, оно может быть обусловлено тем, что высокая температура. Потому что там же и плюс 50 бывает, и все на свете. Хотя, я не знаю, они там по улицам, мне кажется, особо не ходят. Они такими перебежками, там типа дом-машина, машина-торговый центр. Так, подтонировали. И я на кисть, на небольшой набираю прям чуть-чуть совсем этого тона. И хочу подчистить просто нижнюю границу. Чтобы она была, ну, не такая четкая. И прям вот супер аккуратно не консилером это делаю, а какими-то вообще минимальными количествами тона. Каплю прям наберу консилера. Кстати, еще обратите внимание на то, что видите, стик, он сияющий. Практически все стики дают такой, естественно, сияющий финиш. И для телека их обязательно припудривать. То есть, это получается реально, вот этот бейкинг реально получается, не знаю, какой-то бетон. Я, кстати, купила себе на пробу стики от MAC. Опять не могу найти. А, вот более светлый оттенок. Это NC17 и VNW43. Это прям, блин, не знаю, он правда такой рыжий. Но это, по идее, самый темный. Вот я нормальная вообще? Нет. Такой, он такой рыжий и просто начинаю наносить. Ну, рыжеват. Да. Хотя опять у меня в этих линзах такое цветоотражение. Давайте чуть-чуть хочу его попробовать нанести. Но в качестве не столько скульптуры, сколько в качестве кремового бронзера. Для этих целей, мне кажется, он неплохо может подойти. Давайте попробуем нос. Нарисуем две такие тонкие параллельные линии. Именно кончик носа я себе не затемняю, потому что я, наоборот, люблю свой нос делать потоньше и подлиннее, но для таких ярких мейков. Так, стушевываю. Стушевываю в основном именно боковые границы. Дальше набираю оттенок цвета кожи и с помощью него перекрываю яркость цвета консилера. Дальше я возьму свою просто обожаемую палетку от Мак. И я, на самом деле, смешиваю просто вообще все уже на кисточке. И с помощью этого продукта я усиливаю наше с вами скульптурирование, бронзирование. Но пудра мне здесь нужна, потому что, посмотрите, это что за блин на лице. На-на-на-на-на-на-на. Вокруг губ прохожусь вот так кистью. Они у меня таким образом, видите, сразу пухлее становятся. Насколько я помню, румяна там не использовались. В принципе, они мне в таком эке не обязательно. Но я возьму бронзер. Это баттер бронзер от Physician Formula. Ему уже год, ребят, он не перестает пахнуть. Запах меня, конечно, раздражает, но он классный. Ну, по цвету, по работе. И я его вместо румяна наношу как бы от центра к периферии лица. Дальше мы с вами переходим к губам. Естественно, мы сделаем с вами парочку миллиметров в подарок. Это карандаш Handbag Hole из коллекции Chloe Kardashian. Chloe Kardashians, это из Kylie. Я во многих странах имела счастье наблюдать такие яркие макияжи. В том числе там в Иране, да, например. В урабских иератах я тоже была. Поэтому там, конечно, иногда бывает вообще прям перебор-перебор. И когда просто рот. И знаете, и там реально не то, что миллиметр фотографий. Там прям вот второй рот рисуют сверху издалека. И на фотках, может быть, смотрится нормально в жизни. Очень странно. Даже в Армении я видела девчонок. Прям, ну как бы, ну прям перебор. Так, я наношу эта матовая вельветовая помада. Это Bourjois оттенок 27. Губы у меня прям получаются такие вот а-ля 90-е. Пудру я возьму от L'Ore Mercier. И прям за пудрю особенного центра лица. Ну и пудру я ее как бы не то, что смахиваю. Я ее так по всему лицу распределяю. Мне кажется, там они больше любят именно матовый лук. Потому что с ним проще. Потому что если жарко, то можно и вспотеть очень быстро. Поэтому, я думаю, мы с вами останемся без хайлайтера. Ну что, ребята, вот и закончен мой макияж. Напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу. Кстати, я забыла сделать некий дисклеймер в начале своего видео о том, что если вам нравится, как девушка накрашена, была там визажистом. Если вы считаете, что это норма, то, естественно, это абсолютно ваше право. Также абсолютно на 100% ваше право краситься так, как вы считаете нужным. Так, как вам лично кажется красиво. И ни я, ни кто другой не имеет права вам ничего по этому поводу говорить. Это просто какой-то мой личный взгляд на вещи. И тот макияж, который я сделала сегодня, он тоже не идеален. И там по цветовой гамме, и по всему остальному. Но мне кажется, что это все-таки по формообразованию все-таки чуть как-то, ну, по гармоничной, что ли, смотрится. Напишите, пожалуйста, внизу по шкале от 1 до 10, насколько вы оцениваете мой макияж в сравнению с тем макияжем. Ну и вообще, понравилась вам эта тема или нет. Буду очень ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, спасибо вам огромное за просмотр. Кстати, что вы думаете по поводу возвращения мистера Пайетки. И тоже напишите, пожалуйста, по этому поводу ваши мысли внизу. Ну и спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, потому что это действительно очень сильно помогает дальнейшему развитию этого канала. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!